Поэтому в данной ситуации мы должны полностью положиться на наше правительство. Положиться на наше правительство? Да, положиться. Да наше правительство положило на вас, на всех уже давно. А вы людям предлагаете на него положиться? Да это смешно, Ксения Анатольевна, что вы говорите. Смешно? Да смешно, знаете, это то, что Кадыров говорит, что в Чечне геев нет. Вот это действительно смешно. Или вот в новостях пишут, Медведев яхту якобы свою продает. Вы что думаете, у него деньги кончились? Да наверняка хламидии просто нашли, там отмыть не могут. Или вот еще. Полицейским собираются разрешить стрелять без предупреждения. Это что же дальше-то будет? Начнут наркотики нам подкидывать в машины, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина. Работайте на тех, кто обворовал нашу страну. Да вообще, вы посмотрите вокруг. Вор вором погоняет, а главный вор это... Не дождетесь. Я продолжаю говорить то, что думаю. Осторожно! Новости! Новости! Кроме этого, решено вернуть Ходорковского в Россию и отдать таки ему ЮКОС. Гаврил Попов возвращается на пост мэра Москвы, а Вера Брежнева возвращается в Виагру. Дзюба переходит в Спартак, ну а я, соответственно, переезжаю в Дом-2. Федеральным каналом возвращают рейтинги, Медведеву кроссовки, ну а Нарникель возвращает нефть земле. Ну и самое важное. Президентом России после долгих лет правления Владимира Путина вновь назначен Владимир Путин. И да, наших домашних питомцев, с которыми вы там любили гулять и фотографироваться во время карантина, тоже нужно вернуть хозяевам. Это осторожно новости, самые субъективные новости Ютуба. В выпуске только то, что кажется важным и интересным мне, Ксении Собчак. На этой неделе нам есть о чем поговорить. От стадии отрицания Сергей Собянин сразу перешел к стадии принятия поправок Конституции. И отменил, ну вообще все, но не сразу. Мишустин открывает границы на выезд. Пока не для всех. Но разве они были закрыты? Внутри подробный разбор. Ковид исчез из Нью-Йорка. Как выглядит возвращение к нормальной жизни здорового человека, расскажет американский реаниматолог. Случай Ефремова. Хочу понять, как вышло, что авария с одним погибшим стала просто еще одним поводом для обычного срача. Тема номер один для всяческих экспертов и политологов. Почему же Собянин пошел на смягчение карантинных мер? Кто на него все-таки надавил? АП или сам Путин? Всего две недели назад, напомню, бодрый и уверенный в себе московский мэр в интервью каналу «Россия-24» говорил привыкайте к ограничениям, а не надолго. Их не отменят, пока не будет вакцины. К сожалению, реальность такова, что приходится ограничивать себя, но минимально ограничивать, для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье родных и близких. И вот резкая отмена основных мер, даже раньше, чем обещали до этого. Зачем продлевать пропускную систему до 14-го, чтобы отменить ее уже с 9-го? Даже рассказать об этой новости поручили почему-то Константину Ремчукову из общественной палаты. Собянин со своим интервью об отмене самых жестких карантинных мер выглядел опоздавшим пассажиром, а не машинистом. Фактически, Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения при условии сохранения эпидемиологической безопасности с учетом санитарных мер в июне будут сняты. Источники «Медузы» и открытых медиа говорят, что отменить карантин Собянина попросил сам Путин. Так мы узнали, что между Путиным и Собяниным есть только источник «Медузы». Хотя я считаю, что Собянин просто так обиделся, что на него надавили, что решил, ну раз так, так я вообще все отменю. Причем разговор состоялся 7-го июня, поэтому все делалось буквально на ходу. Якобы Собянин рассчитывал, что голосование перенесут на осень, и жесткую самоизоляцию можно будет отменять хотя бы в июле. Но когда Путин объявил дату, мэр Москвы все понял. И чтобы вы тоже все понимали, я запускаю краткий гид по ближайшему будущему. Итак, карантин резко отменен, но некоторые ограничения по-прежнему остаются, поэтому очень важно ничего не перепутать. Заражаться коронавирусом можно, но умирать от него больше нельзя. Если в день 200 зараженных, объявлять карантин можно. Но если число зараженных переваливает за 8500 в день, продлевать его нельзя. Гулять можно, но в одиночном пикете стоять нельзя. Хотя и раньше было нельзя, но иногда было можно. Делать пародии и критиковать Собянина нельзя, но премьеру Мишустину можно. В библиотеке ходить нельзя, но посетить книжный фестиваль на Красной площади можно. Выезжать за границу наконец-таки можно, но 70% россиян все равно нельзя. Для начала придется получить загранпаспорта. Остальные 30% смогут выехать, но два раза уже нельзя. Быть гомосексуалами обычным россиянам скоро будет совсем уж нельзя. Но некоторым высокопоставленным членам правительства все равно можно. Тут как в случае с выездом за границу. Можно, но всего один раз, потому что давно известно, что один раз... Агитировать против поправок нельзя. Информировать о голосовании за поправки можно. Для более объективного информирования использовать либералов нельзя, а народных артистов можно. В случае с коронавирусом режим ЧС объявлять нельзя. При аварии в Норильске можно. Требовать у государства денежные компенсации нельзя, но если ты продал ему свою же нефтяную компанию, то можно. На кладбище можно, но если вы собрались сделать это, нужно в первую очередь думать о безопасности и здоровье окружающих, а не поступать, как Михаил Ефремов. Вообще все довольно понятно, то, что одним можно, другим нельзя. Поэтому в маленькую парикмахерскую уже можно, а в большой просторный музей еще нет. На футбол нельзя, но на парад можно. Если непонятно, можем повторить. Но и самое главное правило, не стоит досконально выполнять предписание, потому что уже завтра они, скорее всего, станут нарушениями. Пропало обоняние? Не хватает воздуха? Мучает высокая температура? Это коронавирус. Но беспокоиться больше не нужно, потому что выход... Прими поправки. Больше нет необходимости брать ипотеку на аппараты ИВЛ и добавлять в Фейсбуке в друзья Антона Красовского, чтобы попасть на прием к доктору Проценко. Все, что тебе нужно, принять поправки. Ультра-сильнодействующее плацебо-поправки. Всего за пару часов ультра-сильнодействующее плацебо-поправки путем обнуления выведет все симптомы коронавируса не только из вашего организма, но и из всего федерального округа, в котором вы проживаете. Приняв поправки, вы снова сможете гулять, заниматься спортом и даже в умеренных дозах волеизъявлений. Поправки – уникальное средство. Достаточно принять их всего один раз, и их эффект продлится до 2036 года. Разработчики поправок позаботились и о вашем удобстве. Теперь принять их можно, не выходя из дома. Таблетки-поправки – иди в будущее вместе с нами. Иди на поправку. Перед принятием внимательно читайте поправки. Они написаны мелким шрифтом внизу упаковки. Хотя это вовсе не обязательно. Вы все равно ничего не поймете, ведь они были приняты давным-давно, и ваше мнение ничего не значит. В общем, если что, этот ролик я сняла за свои деньги, и мне никто ничего не платил. Зато у других селебов перед обнулением Конституции, похоже, чёс. Телеграм-канал Курятник пишет, что вот этот пост Кэти Тапурия из Астудия стоил 2 миллиона. Я ничего не утверждаю, но какой слог. Конституция затрагивает все сферы нашей жизни. Не нужно отказываться от голосования в силу своей аполитичности. Это не политика, это просто жизнь. Попробуйте сравнить с любым другим постом Кэти. Её обычный Инстаграм, ну, такое бедненькое, но чистенькое в смысле текста. Много красивых фоток, ну, а если есть подписи, то типа «люблю эту фотку с днём защиты детей». Я ничего не утверждаю, так что вы уж сами решите, где настоящая Кэти Тапурия, а где просто текстик, который прислали из агентства. Бывшая жена Гуфа Айза Анохина с 3 миллионами подписчиков тоже озаботилась будущим страны. Якобы вот этот её пост стоил миллион четыреста тысяч. Судя по лингвистическим изыскам и филологическим находкам, писала, ну, явно сама. Наш голос обязан быть засчитан. Как вы будете голосовать, это ваше решение. Но голосовать мы обязаны, потому что это ответственность, которую мы должны взять. В общем, как раньше у всех хорошела Москва, так же теперь похорошеет и обновлённая конституция. Я уверена. До 1 июля есть ещё время, и нам предстоит много открытий. Но Инстаграм – дело мутное и труднодоказуемое. А вот волонтёры Конституции не палятся и работают на бюджетные деньги. Ещё в феврале Элла Памфилова подписала с провластными волонтёрами соглашение о создании специальной организации, которая будет разъяснять суть поправок. А то мы до сих пор не поняли. Сделано это якобы только потому, что в бюллетень не помещается информация о том, за что голосовать. Ну, как будто кому-то есть разница. После переноса голосования волонтёры Конституции впали в длительную спячку. Но теперь вместе с Эллой Александровной сняли маски и активизировались. Саша Макошенец попытался проникнуть в эту загадочную организацию и готов поделиться первыми результатами. Саша Макошенец, волонтёр Конституции. И это мой видеоблог. Простите, а можно я вам расскажу про поправки в Конституцию? Здравствуйте. Мужчины, здравствуйте. Про поправки в Конституцию слышали? Позвольте рассказать вам поправку в Конституцию. Держите буклет. Это пакет поправок в Конституцию. Хотите узнать, что внутри? Это вам буклет. Можете ехать и читать одновременно. Волонтёром Конституции я захотел стать ещё 4 месяца назад. Тогда оставил заявку на сайте и ждал. Спустя один коронавирус меня обрадовали. Скоро начнётся обучение. Ес! Ссылку на обучение для волонтёров мне так и не прислали. Но это не беда, я сам нашёл курс, точнее даже 2 курса, оба на знание Конституции и нынешних поправок. Один из тестов для нас называется гражданский экзамен. Там 55 вопросов. Но я пришёл в волонтёрство не учиться, я пришёл действовать. Ради светлого будущего страны пришлось пойти на хитрость. Я решил найти ответы на тест. Помог поиск документов ВКонтакте. Этому багу уже не первый год. Доступ к чужим файлам есть у всех пользователей, не только у ФСБшников. Итак, оба теста я сдал без ошибок. На одном даже есть подпись Эллы Памфиловой. Так что теперь я волонтёр Конституции. Официально. Смотрите, выхожу я из подъезда, и здесь вот такого небольшого размера висит афиша. Справедливый, стабильный суверенитет. Голосование по поправкам. Я, как волонтёр Конституции, на такую халтуру просто не могу смотреть. Мне больно. О! Другое дело. Я сделал несколько таких афиш, все с мемасами и весёлыми картинками. Ну, чтобы люди не проходили мимо. Никогда не понимал, зачем платить звёздам, чтобы они рекламировали поправки. Их вообще можно не спрашивать. Ну, а чтобы афиши увидели не только мои соседи, я скинул их и модераторам паблика в том же ВКонтакте. Кто-то оценил и опубликовал. Итак, на адресах поработали. Дальше в поля. Здравствуйте. Вот вы знаете, я за карантин немножко поправился. Вас это смущает? Что вы поправились? Да. Нет, мы с вами даже не знакомы. Вот, смотрите, тогда вас не должны смущать поправки Конституции Российской Федерации. Животных нельзя будет мучить. Животные, значит, я тебе сразу скажу. Пусть бегают на природе. Мне хер их не выучать. Смотрите, мы с вами говорим сейчас на русском языке. Вам нравится? Ближе к делу. Благодаря поправкам в Конституции русский язык сохранится. Как нет? Как нет, тогда да. Стрелять из всех пушек. Главный способ победить народный скепсис. Есть сайты, посвященные голосованию, где можно разместить свое видео, поддержать любимую поправку. Неожиданно, но там уже появились локальные звезды. Самые активные патриоты заливают по несколько роликов. Например... Я же притворился поющим сталинистом, который борется с очернением советского прошлого. Вот так наши дети будут читать переписанные учебники по истории. Плачу над текстом, я плачу над текстом. В учебниках врут, о репрессиях мерзких, про красный террор. И что Сталин убийца, как без поправок стало трудно учиться. Полезная вещь – это говно, которое в землю львово. А это имеет отношение к поправке? Имеет. Какое? Тоже говно. Красота наших женщин – это культурное достояние. Именно поэтому так важны поправки в Конституции. Вот вы можете себе представить, что в нашей стране какой-то политик занимал бы долго один пост. Благодаря поправкам этого точно не будет. В смысле, аппозитивно? Он не в счет. Убедил? Да. Держите буклет. И все же обидно, что официально волонтером Конституции я так и не стал. Ведь больше мне не звонили. Работал я в одиночку, с другими патриотами не знакомился. А еще остался без фирменной футболки. А ведь ради нее я и оставлял заявку. Алло, Александр? Да. К сожалению, набор волонтеров Конституции уже закончен. Но у нас сейчас стартует проект «Крымская энергия». Вы в деле? Выезжаю. Премьер Михаил Мишустин приоткрыл границу и разрешил выезд. Пока только для нескольких категорий россиян. Теперь можно будет выехать к близким родственникам, которым нужен уход. Например, к раненым ополченцам в ДНР. А еще за границу выпустят работать, лечиться и учиться. То же самое касается и иностранцев. Ну, если нужно позаботиться о заболевших близких, родственниках или вдруг кто-то соберется лечиться в наших больницах. Почему-то выехать из России можно только один раз. Жаль, Бродский уже не расскажет, каково это. Не очень понятно, как это технически будут осуществлять. Вас выпустят, но не впустят. А если впустят, то второй раз не выпустят. И тем не менее, вроде бы классная новость. Но я не понимаю, разве границу-то кто-то закрывал? Вот знаменитое распоряжение правительства 27 марта. Считается, что это и было то самое закрытие границ. В тексте распоряжения говорится о закрытии на выезд всех наземных, речных и морских пунктов пропуска из России за границу. Но там ничего не сказано об аэропортах. Поэтому даже сейчас вылететь из России можно совершенно легально. И это, в общем, несложно. Если где-то вас ждут, то и отсюда выпустят. Страны Шенгена для граждан России закрыты. Из европейских стран открыта Сербия. Правда, там придется посидеть на карантине. Зато с обычной визой можно попасть в Великобританию. Тоже с двухнедельной обсервацией. А вот Штаты ждут вас без всякого карантина. Правда, визы давно не дают. Сейчас можно доверять только лично знакомым людям. Поэтому я спросила у Антона Немцова, который прилетел в Нью-Йорк на прошлой неделе. Как это ему удалось? Рейсы есть во многих странах. Эти рейсы, они называются вывозными. И как бы предназначены для владельцев бедножительств и паспортов тех стран, в которые они вылетают. Но фактически на них можно и с туристической визой. Еще можно сделать электронную визу в Мексику и улететь туда. Но за границу летают только рейсы из Москвы. Все они нерегулярные и совершаются по специальному разрешению правительств. Для тех, кто побогаче, весь карантин работали маршрутки типа джет. Но это когда ты летишь не на своем самолете, а вместе с другими скидываешься и выкупаешь место в джете. Слетать, например, в Ригу в мае стоил около 4000 евро. Но для частного самолета это не так уж и много. Самые популярные страны Франция, Испания, Великобритания и Кипр. Правда, уже с понедельника Росавиация планирует возобновить международные перелеты. Список из 15 стран представят чуть позже. Сначала это будут страны ЕАЭС, потом СНГ, а потом и те страны, которые мы любовно называем дальним зарубежьем. В общем, бизнес-джет опять из маршрутки превратится в элиточку. Остальные welcome на борт российского лоукостера. Как бы там не ослаблял режим Мишустин, россияне навещать родственников или лечиться в санаториях Турции, Италии и Греции этим летом, в общем-то, и не планировали. Нам же пообещали туристический бум внутри страны. Билеты уже дешевле, чем год назад. В среднем за год билеты подешевели на 7%, но если уходить в частности, получается интереснее. Так, Крым подешевел на 2%, и в июне 2020 года билет туда-обратно из российских городов в Симферополь стоил 8800 рублей. Что касается Сочи, то тут падение еще драматичнее. Цена за год уменьшилась на 46%, практически вдвое, и билет туда-обратно в июне 2020 года – это уже 4600 рублей. Но, прости господи, Крыму уже практически солд-аут. 70% мест в отелях раскуплено еще в мае, хотя тогда об отмене карантина еще ничего не было известно. А приезжающих отправляли в принудительную обсервацию на 2 недели. То есть люди рисковали отпуском и покупали билеты. Дешево же. Отличная цена. Дешевле только даром. Это сделка века. Собственно, ник. Да ну и он нахуй. Лучше я себе его оставлю. Ладно, ладно, не горячись. В общем, если на море, то в Сочи сервис все-таки лучше. Билеты дешевле, и летать туда можно по всем законам. Если же вам хочется Руси, то вам на северо-запад. От Пушкиногорья до Новгорода. За природой – за Урал. Тут и Алтай, и Иркутская область. Тем более, что Ростуризм уже и путевки собрал, и цены на них опубликовал. Уже сейчас у нас есть договоренность о запуске впервые чартерной авиаперевозки в Калининградскую область, начиная с июля. Цены будут начинаться от 10 тысяч рублей за недельный отдых на одного человека. На озеро Байкал там стоимость будет начинаться от 30 тысяч за недельный тур. В республику Хакасия там цены будут начинаться от 35 тысяч. Ну и республика Алтай будет доступна по цене от 25 тысяч рублей на недельный отдых за одного человека. Это стоимость перелета, отель на неделю, экскурсия на выбор для одного человека. Ну и вот получается, семья из троих человек потратит за стандартные две недели на Алтай примерно 150 тысяч рублей. В моем случае, понятно, сильно дороже. В общем, я впервые за многие годы собиралась остаться в России летом. Но на Алтай я, видимо, не попадаю. Лучше подожду августа и сгоняю в Италию. В Нью-Йорке с самого начала недели тоже снимают карантинные меры. Правда, там, в отличие от Москвы, никакого голосования по поправкам не будет. Зато смертность реально почти на нуле. А количество новых заражений резко пошло вниз. Сейчас самые низкие показатели с середины марта. И хотя черные протесты, за которые меня чуть не убили на выходных, продолжаются, но уже можно сказать, жители Нью-Йорка возвращаются к нормальной жизни. Нью-Йоркский реаниматолог Евгений Пенелис еще не так давно описывал происходящее вот так. Армагеддон, побоище. Людей хоронили в братских могилах, а в его клинике не хватало мест в реанимации. Сейчас Пенелис написал, непостижимым образом ковид исчез. Неужели так бывает? Я связалась с Евгением и попросила подробнее рассказать, что сейчас происходит с коронавирусом в Нью-Йорке и в его клинике. Когда я написал в своем посте в фейсбуке, что ковид исчез, он исчез исключительно из Нью-Йорка. То есть в городе мы наблюдаем большое снижение как госпитализации с COVID-19, так и тяжелых пациентов, пациентов с дыхательной недостаточностью. В большинстве больниц еще сохранилось какое-то количество пациентов, которые болели очень тяжело и продолжают находиться в тяжелом состоянии. Их болезнь была вызвана, COVID-19, но новых пациентов поступает очень мало. У нас в городе идут протесты уже 10 дней, пока мы не видим вспышки госпитализации, но говорить еще рано, потому что все-таки от заболевания до госпитализации проходит какое-то время. И если людям, заразившимся на протестах, будет суждено заболеть тяжело, и попасть в больницу мы это вряд ли увидим раньше, чем через две недели после начала протеста. Так что мы ждем и внимательно смотрим за ситуацией. Мы надеемся на лучшее, но все равно готовимся к тому, что у нас может случиться вторая волна намного раньше, чем мы ожидали из-за протестов или из-за выхода из карантина, но все-таки пока ничего похожего мы не видим. И есть надежда, что после вот этой тяжелой волны в Нью-Йорке, экспоненциального роста в течение последних недель марта и первых трех недель апреля мы видим спад и затишье, которое, надеюсь, не вернется в виде второй волны более тяжелой. Из других американских новостей. Похороны убитого полицейскими Джорджа Флойда в Хьюстоне. Тут тебе и белоснежные лошади, золотой гроб и кандидат президента Джо Байден. Так даже я не выходила замуж. Про полицейских, которые массово вставали на колени, даже говорить не хочется. Закончится все очередным сдвигом нормы. Теперь HBO и Макс изъяли из стриминга фильм «Унесенный ветром». Конечно, из-за расизма и романтизации рабства. Восемь Оскаров не помогли. Тем более, что один из этих Оскаров ушел как раз чернокожей актрисе, которая играла няню Скарлетт. Интересно, эти Оскары их тоже отнимут с задним числом? На HBO обещают, что когда-нибудь фильм вернут. Но только, когда добавят обсуждение его исторического контекста и порицание рабства. Думаю, и Сильвестра Сталлоне скоро заставят переснять некоторые бои в фильмах Рокки. Теперь их нужно будет проиграть. Ну, книжки «Хижина дяди Тома» точно придется сжечь, желательно на площадях. Но пока можно, как вы знаете, я за любую запрещеночку, вот вам кусочек. То, что произошло в ночь на вторник с Михаилом Ефремовым, поразило меня и масштабом трагедии, и развернувшейся вокруг этого компании. Я специально не хочу смаковать эти кадры после аварии, все и так их видели. Давайте честно, Миша уже очень много лет ходил по грани, и для того, чтобы это понять, не нужно было близко с ним дружить. Если у человека 12 неоплаченных штрафов на 40 тысяч, а два из них выписаны прямо в день аварии, ну, примерно понятно же все. Непонятно только другое. Почему в каких-нибудь штатах человека, который за пять лет заплатил 155 штрафов на 275 тысяч, его бы просто навсегда лишили прав и запретили бы ездить, а у нас никаких санкций не было применено. Я думаю, что если бы у Михаила Ефремова отняли бы права, всей этой трагедии могло бы и не случиться. С самой аварии мне все понятно. У нас с Мишей десятки общих друзей, и все говорят примерно одно, но а что тут скажешь? Сейчас, думаю, Михаил сам лучше всех понимает, что его поступку нет оправдания. Он буквально так, я думаю, сидит над обломками своей жизни и не понимает, как она так разрушилась, и как он сам больше всех в этом поучаствовал. Я решила посмотреть, как рассказывают об этом ДТП нашим с вами мамам и бабушкам. Вроде бы откровенно пропагандистские 60 минут сначала пошли по классе. Политолог Матвеичев, дежурный людоед из вышки, вообще сравнил Ефремова с генералом Власовым. Ну да, ведь они оба против Путина. Все последние годы Ефремов занят в одном проекте, называется «Гражданин-поэт», и он всю страну объезжает со стихами, в которых материт Путина. Материт или просто, значит, хихикает. И вот здесь я хочу интересную... Так он не нарушает в этот момент? Да, он в это время закон не нарушает, но здесь нарушается что-то другое. Вот я вам скажу одну интересную вещь. Был такой генерал Власов. Поэтому и пил Ефремов как Власов. Потому что против Путина пошел. Ну это же очевидно. Поэтому и заливал все вот это свое предательство вот этой водярой. Это и есть главная причина ДТП. Но Матвеичева неожиданно осадили ведущей. В студии «Россия-1» заговорили о тех самых чиновниках, ментах и судьях, которых отмазывают и дают меньше минимального срока. Два дня назад бывший начальник ГИБДД Кузбасса, Мовшин, вышел по УДО. Человек, который совершил ДТП, был за рулем своего лэнд-крузера, выехал на встречную полосу, врезался в машину, в которой погибло 4 девушки. 4 трупа. И как вы думаете, человек сколько там отсидел в колонии? Ровно 2 года. Не могу тут возразить. Ну реально, в России только за прошлый год почти 17 тысяч погибших в ДТП. И часто это абсолютно вопиющие случаи. Помните, на видео на месте аварии появляется Сергей Гармаш, который приехал поддержать Ефремова. Несколько лет назад его брат Роман получил 3,5 года колонии и поселения за такое же пьяное ДТП, в котором погиб человек. По утверждениям родственников жертвы, он выплатил 1,5 миллиона из 2,5 и сказал, что больше нет. Эдвард Родзинский, который, правда, трезвый, объезжал пробку и убил 24-летнюю девушку, 2 миллиона рублей и вопрос закрыт. Ростовский священник Дмитрий Кивелиди, который пьяным въехал в 8 машин, в его случае как-то вообще без приговора обошлось. Недавно он назначен настоятелем храма и летает по Ростовской области с иконой против коронавируса. Таких случаев по России сотни. Пьяные полицейские, чиновники, священники, статусные звезды. В общем, делают все, что хотят, и приговоры редко суровые. Помните историю пьяного мальчика из Балашихи? Ведь еле удалось добиться, чтобы его виновным не признали. Зато Ольга Алисова, которая его сбила, уже на свободе после трех лет колонии-поселения. Наконец, уже классическое показательное ДТП на Ленинском с участием машины вице-президента Лукойла Анатолия Баркова. Погибли две женщины. И после долгих разбирательств виновной признали одну из погибших. А ее муж даже не дожил до конца суда. Если бы он выиграл, выплачивать компенсацию было бы просто некому. Тогда весь Фейсбук какое-то время не заправлялся у Лукойла. Помните такие аватарки? Сергей Пархоменко придумал акцию «Синие ведерки», которая потом выросла в целую организацию. Сейчас Сергей Пархоменко говорит о Михаиле Ефремове совсем по-другому. Как-то человечнее на три порядка. Просто представьте, вот что бы сейчас началось, какая бы вонь поднялась в либеральной части Фейсбука, если бы за рулем был даже не политик, а просто лояльной власти артист. На прошлой неделе за сдержанное сомнение в правоте американских погромщиков меня тоже вот чуть живьем не съела именно прогрессивная общественность, а никакие не пропагандисты. А пропагандисты в случае Михаила Ефремова даже не призывают его распять только за то, что он читал стихи про Путина. Чистая партийность. Если ты либерал, то защищаешь Мишу. Он же наш. Пока мы видим, что Михаил ведет себя как порядочный человек. Не прячется и не пытается отмазаться. Скорее наоборот. Его нужно уберечь от самого себя, потому что те новости, которые приходят о попытках суициде, меня лично очень пугают. Это отличает его от ментов и чиновников, которые сначала свинчивают номера, а потом тихо переходят в статус свидетеля. Надеюсь, что Михаил получит справедливое наказание и сможет его перенести. А потом сам решит, какой вывод сделать из этой истории. Без помощи Фейсбука. Управление СК по Белгородской области пририсовало защитную маску следователю Александру Сиденко на фотографии со встречи с сотрудниками скорой помощи. То, что СК умеет пририсовывать, ну согласитесь, мы с вами давно знаем. Однако таких высот СК вроде бы еще не покорял. Вот, кстати, фото, на котором, как заявляет сам следователь, ничего не нарисовано и маска настоящая. Похоже, наши следователи раньше других стали жить в параллельных реальностях аватара. К счастью, мы смогли раздобыть первоисточник и посмотреть, как же в действительности выглядела та самая фотография. Во-первых, следователи очень просчитались. Любому россиянину понятно, что двери в областной больнице – это лишнее. На пол бы тоже вряд ли стали бы тратиться. Ну и, конечно, главный прокол – СК. Босоножки без носков в Белгороде никто не носит. Кого они там в СК хотели обмануть? А вот маска, кстати, да, маска, как видим, настоящая. Тут мы не спорим. Если говорить о параллельных реальностях, то для меня главный итог, по которому запомнят эту неделю, конечно, прощание с зум-пьянками и конференциями. Поэтому в честь такого события мы с друзьями решили устроить последнюю в сезоне зум-вечеринку. Опустили окна, люди ушли в офлайн. Прежняя жизнь возвращается, и вы можете опять подписываться на артистов, от которых отписались, из-за их бесконечных прямых эфиров. Вам больше не нужно во что бы то ни стало приходить на совещание без макияжа и в пижаме, карманы которой наполнены кошками и малолетними орущими в камеру детьми. Наконец, закончились эти многочасовые переговоры, когда ни ху... не слышно и ни ху... не видно. Вам больше не нужно выключать микрофон, который иногда, сука, все-таки работает, чтобы сербнуть чай. Многие с радостью вернут на стену ковер, который пришлось снять для совещаний в зуме. Наконец-таки коллеги смогут нормально смотреть вам в лицо, а не на ваш второй подбородок. Хотя после изоляции ваш второй подбородок вряд ли уже уйдет. Правда, вновь придется чистить зубы и принимать душ, но чего же не сделаешь ради живого общения. В общем, жизнь возвращается, а значит, помните, теперь, если вы пьете перед монитором, это опять алкоголизм, а не зум-вечеринка. Это были «Осторожно новости». Увидимся здесь через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok